Всем привет, друзья! С вами Закупач и Милана. Привет, Милана. Сегодня мы вам покажем лучшие антистрессы десятилетия. Эти штуки нашумели, но почему-то я их не снимал. Итак, первое. Это у нас сегодня будут поп-пук. Это такие магнитные штуки, ими там все щелкали, да? Что-то там надо было всякие трюки пальцами делать. И вот эта штука, я не знаю, как называется. Паук. Я его называю паук. Милана называет его паук. Пишите в комментариях, какая штука у вас была и что вам нравится больше. Антистресс-пауки или антистресс-поп-пуки? Кто вам понравился больше всего? Предлагаю начать с антистресс-поп-паука. По-моему, Милана, ты играла вот в этого, да? Да, да, да. Вот этот твой был. Да. Милана с этой штукой играла очень долго, потом отдала мне его обратно, и я его убрал в коробочку. Вот такая красивая коробочка. Заказывал я их на Алиэкспресс, хотел сделать большой обзор, и что-то они у меня так и завалялись, и никто ими не пользовался. Вот так-то все выглядит просто. Вот так, опа, убираю. Коробочка нам больше не нужна. И, а здесь не должны были быть... А, тут присоски. Ничего себе, здесь на двух присоска. Вот, чтобы можно было присосаться. Это другой, значит. А это что такое? Это магнитик или нет? Нет, это просто для украшения. По-моему, магнитится, нет? Сейчас проверю. Не, не магнитится. То есть, это у нас вот такой антистресс спиннер, можно сказать, из которого можно делать всякие приколюхи. То есть, он у нас и крутится, как спиннер, видите? То есть, можно крутить его. У меня, кстати, большая рука, у меня получается. Можно вот так его крутить. Похож на каких-то автоботов, да? Как будто бы это трансформеры. Вот такие значки. Ну и, конечно же, можно из него сделать что-нибудь прикольное. Так, прилепить его, кстати, можно? К чему-нибудь. К чему-нибудь гладенькому. Что-то он не хочет особо лепиться, может, надо поплевать на него? Не знаю, на, Милан. Сейчас Милана сделает из него какие-нибудь приколюхи. Она умеет это делать. А я вам тем временем покажу поп-ук. Поп-уки эти, кстати, они были дорогущие раньше. Что-то рублей по 400 и 500 их продавали. Вау! Да у меня какая-то крутая комплектация. Так, вот здесь инструкция, как им нужно работать. Типа, ты его подкидываешь. Вот так, хоп-хоп-хоп. Ну, тут у меня прям металлическое кольцо такое крутое. Это кольцо можно снять? А как это кольцо снять? А, вот здесь. О, да. Это кольцо можно снять отсюда. Видите? То есть могу его разобрать. Но зачем его разбирать? А можно вот эту штуку? Вау! Слушай! Слушай, а это очень приятно. Это дорого. Это дорого-богато. О! Ого! Ха-ха! Прикол! Опа! Слушай. Ну, этому надо учиться. Опа! Поймал! Слушай, ну, этому надо... Он, причём он магнитится с двух сторон. И слева, и справа. Да это реально прикольная тема. Давайте посмотрим, что у меня за рисунки. У меня рисунки. Какая-то бешеная курица. Вот эта, которую я делаю. Ку-ку-ау! И вот такая штуковинка. Ну, и, безусловно, всё это дело мы... Милана что-то сделала? Можно колечко. Так, а Милана тем временем сделала какого-то... А кто это, Милан? Это какой-то... Паук? Паук. Паук с липучками, который хочет прилепить муху, наверное, да? Чтобы к нему прилепилась муха. Вот такие штуки можно делать, и можете с ними играться, кстати. Как угодно. А что, Милана, тебе нравится эта штука? Да. Какая тебе штука больше нравится? Паук? Вот эта. Да, Милане больше нравится паук, чем вот эта штука. Я не понимаю, что это. Это попук. Давай я тебя другого паука пока распакую. О, кто-то меня кусает за спину. Смотри. Так, другого вида паучок. Все, повторяюсь, они были заказаны на Алиэкспресс. Ссылка, если надо. Или не надо. Не знаю. Это же не реклама. Может, не будет никаких ссылок. Я даже не знаю, как эта штука называется, серьёзно. Почему она пометана? Наверное, на неё сел паук. Мне это не нравится. Какой-то паук на неё сел. Да подожди. А, он точно такой же. Он точно такой же. Стой. Подожди. Да дай мне поиграться. Я тоже хочу поиграться. Смотрите, как я могу. Да, по-моему, он точно такой же, только без липучек. Ты из него же делаешь что-нибудь другое, Милан? Да подожди, дай его покручу. А он будет крутиться вот здесь? Чего он не крутится? А, поднять его. О, он даже умеет делать брейк-данс. Так, а я пока распакую следующего пупука. Так, пупук, опять же, вроде бы такой же. Ребят, кто умеет делать пупуки всякие, то можете мне в телеграм скидывать ваши трюки. У меня есть телеграм-группа, ссылочка в описании. Залазите туда и можете скинуть туда в группу, чтобы все посмотрели в чатик, как вы умеете делать пупуки. Так, ну здесь у нас, смотрите, это Зверополис, я так понимаю, Лис и Заяц и Планета Земля. То есть две вот такие пупучные. И мы берем... Опа, видали? Видали, как я делаю? Слушай, они так круто подлетают. Ну-ка. Ха-ха! Ого! Короче, это в штуке надо, ребят, учиться, учиться, еще раз учиться. А Нилана тем временем сделала... Осьминогу. Осьминогу. То есть это у нас антистресс-осьминога. Он может делать вот так. Танец осьминога. Я умею танцевать чечеточку. Что, вот так может даже? Нет, надо вот так. Сейчас. Что-то, что. Ля-ля. Это брейк-данс осьминожный. Осьминожный брейк-данс. Ладно, Нилан, давайте открою сейчас самого крутого паука, самого дорогого. Который только был. Это паук, который еще имеет с собой пульт управления. У него вот отдельный. Это, я так понимаю, кольцо, которое ты одеваешь и можешь с ним делать всякие трюки. Да, вот оно кольцо. Вот у нас осьминозка. И мы это кольцо одеваемся на пальчик. Ну, разумеется, мне только на мизинец он налазит. Больше у меня никого не налезет. И мы можем его... О, он с Лего совместим. Ничего себе. А можно вынуть? Это можно вынуть, а там подшипники. Но это прям спиннер. Я его разобрал. Ребята! Ну-ка, на кольце как он? Да нормально он и на кольце. То есть я могу его разобрать, чтобы он был и на кольце. Могу также на кольцо примагнитить просто эту штуковинку. Но она плохо держится, кстати. Равновесия ей не хватает. То есть она держится, но плохо, да. Слушай, а так она такая, как неваляшка. Прикольно сделана. Ладно. То есть получается, это у нас самый универсальный антистресс. Во-первых, его можно с другой стороны разместить. То есть, смотрите, я могу поменять его место. Могу его вот так использовать. Он очень хорошо крутится. Здесь самый лучший подшипник из всех. Могу его разместить с этой стороны. То есть без разницы с какой. Вот. И с этой стороны его крутить. О. О. Могу так крутить. Так. Ну и лего пины, которые совместимы с лего. То есть я могу его даже на лего куда-нибудь прицепить. И, так сказать, доработать свою лего фигурку. А я тут его просто соединяла. Это крутяк, ребята. Ну, посмотрите, как он крутится шикарно. Сейчас, Милан, мы к твоему вернемся. Дай покажу ребятам. А как управлять им? Им? Да. Ну, я так понимаю, что это, типа, чтобы на кольце крутить его. Ну, типа, ты его... Сейчас. Типа, ты его раскрутил. Берешь это кольцо. Вот. И можешь всякие трюки с ним делать с этим кольцом. А, я поняла. Типа. Но это же не пульт управления. Ну, да. Ну, как бы и не пульт, и пульт. Непонятно, что, короче, за управление. А этих пауков он сможет управлять? Нет. Нет, они... О. Железочка к нему магнитится. Итак, как вы поняли, Милана поженила двух пауков. И получилось у нас какой-то ромбик из них, из пауков. О! Они сожрали друг друга. Не, они полюбили друг друга. У меня не хватает... О, смотрите, они воссоединились снова по-другому. И ими можно вот так играться. Слушай, Милан, ну ты, конечно, вообще... Я бы до такого не додумался. Получился какой-то кубик-рубик. Прикольный. Так, ладно. С колечком можешь поиграть. У нас ещё эти... О, смотри, он и магнитится сюда даже. Так, а этот откуда? У нас какой-то потерялся. Так, это отсюда. Ну-ка. О! У нас топ-кольцо получилось. Оп! Нет! Всё. Я всё растерял. Давайте посмотрим поп... Поп-пуп ещё один. Поп-пюр, или как он там называется? Поп-пук. Так, следующий поп-пук у нас вот такой стильный, белый, со смайликом. Вы посмотрите на этот стилёчек. Стилёк реально отпад. А Милана тем временем сделала полышка. Всё, ты ушла, тебе надоело? А что это? Он держится за голову? Это какой-то Соник? Нет, это такие... Не знаю что. Кто это? Вот тебе вот попросил дочку помочь с видео. Называется. Вот так вот дети растут, не хотят сниматься в видео. А вы говорите, что хотите стать блогерами. На самом деле, вам это потом надоест быстро, когда вырастите. О! Ну, вот такой осьминожек у нас. Единственное, вот, кстати, да, он как-то не особо-то и крутится на... На этих самых. На пальце. То есть, как мне его крутить? О! Он немножко цепляется за палец, но... Всё равно он на нём очень плохо держится. Возможно, надо... Надо было вот эту штуку вынуть. Вот. И сюда уже поместить вот эту штуку. О! Типа вот так лучше будет. И у вас получается такое кольцо. Ребят, кто знает, как с этим кольцом правильно делать трюки, напишите в комментариях. О! Ну, он прям плохо крутится на кольце, на этом. Не. Не знаю. Мне с этим кольцом он стоил дорого, кстати, но он того не стоит. Получается у нас вот такой осьминожка. Но всё равно выглядит классно. Не знаю. Мне кажется, выглядит классно. Так. Давайте пару трюков попробую сделать с этим беленьким. Он был. Милан! Иди помогай! У меня куда-то монетку сюда упало. Под диванчик. Их ты! Ну, это реально сложно ими делать что-то. Эй! Милан! Не уходи далеко. Подай мне эту розовую антилопу. Где она? Гну. Да вот она, да. Так. Пупук. Ладно, давайте откроем последнего пупука и будем подводить выводы. Что вам нравится больше, что мне понравилось больше всего. Меня пока раздражает в этих пупуках только единственное одно. Мне очень нравятся кольца вот эти железные. Мне нравится резина очень приятная. Мне нравится, что они вот так отстёгиваются. То есть, что с ней можно ходить там что-то делать, вот какие-то такие трюки. Мне это всё очень нравится. Но мне не нравится то, что когда ты делаешь какой-нибудь трюк, и он у тебя улетает, и ты потом его не найдёшь. Представляете, на улице грязь. Вот, к примеру, я бы сейчас сидел бы не дома, а в грязюке в какой-нибудь, ну, в смысле, в каком-нибудь там кафе, там, во вкусной точке. Он бы у меня упал, и всё, и эта штука грязная. И как я буду с ней играться. И потом руки надо мыть. Может, надо медленно? О, слушай, а если медленно, то прикольно получается, смотрите. Оп. Ага. То есть, я могу так просто как будто бы антистрессы делать какие-то. Антистрессные дела делать. И звук, кстати, успокаивающий. Ну, такое. А если резко, то он подпрыгнет, да? Короче, этому надо учиться. Я, наверное, за одно видео этому не смогу научиться. А авторские права, наверное, мне не позволяют ставить трюки. Хотя с Алиэкспресс же я смогу использовать их, с Алиэкспресс, где они продают их продавцы там. Не знаю. Я, если что, вставлю тут. Может, меня не забанят за них. Я ещё раз говорю, если вы умеете делать такие трюки, то мне в Телеграм-канал, это ваши трюки, можете прислать. Я вам лайк поставлю. Заценим. Ну-ка. Прикольно. Ну, как залипалово, как залипалово, мне вот эти поп-штуки, вот эти браслетики мне нравятся больше. Тем более, их можно повесить на поиск, как украшение интерьера, не знаю, как серёжки их использовать, если у вас там большие дыльки в ушах. Вот эти штуки... О, да, кстати, можете заценить, какой вам нравится больше. У меня прям на все четыре пальца есть. Опа. Опачки. У нас ещё пальцев пять, конечно, но... Просто там у меня на большой палец не налезет кольцо. О. О, какой вам нравится больше. Они между собой смагнитились, и ничего не понятно. Короче, у нас есть Зверополис и Земля. Ну, какие-то отбалды. Я думаю, вряд ли это оригинал. Наверное, есть какие-то оригинальные такие штуки, безумно дорогие, прикольные. Но у меня не оригинальные. Кстати, так они похожи, как пины для Лего. Скажите. Мне, наверное, больше всего понравился со смайликами. Они прям очень сильно к себе магнитятся, и не дают даже мне их показать вам. Э-э-э, не магнититесь. Они прям пытаются... Они, короче, пытаются между собой соединиться постоянно. Эх! У меня вообще не получается с ними играться. Эх! Милан! Спасай! Да, блин! Всё разлетелось у меня тут. Они там валяются за столом все. Только две? Сейчас проверим. Так, здесь две, здесь две. Да, две. Так, хоп. Нет, ещё где одна. Так, ну вот эти штуки... Специально, значит. А вот эти штуки, конечно, они поприкольные. Милан, короче, ты голосуешь за осьминожек, да, тебе больше нравится? Милане понравились больше осьминожки. Нету, нету, ты потерял его. Нету, нигде потерял? Да. А может он куда-то сюда заладился? Нету, я видела. Нету. Нету? Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, я найду ещё такую штучку. Не знаю, прикольная тема всё равно. Но я в них играть не умею. Пока! Пока!